Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы продолжаем серию видео с частным судебным экспертой Алиосой Сдыкбековой. Добрый день, Алия! Здравствуйте! У меня к вам есть несколько вопросов. Что же представляет из себя заключение эксперта и в чём разница его от обычного установления отсутствия? Заключение эксперта — это оформленный в соответствии с законодательством Республики Казахстан документ, отражающий ход и результаты проведённого исследования. Требования к заключению эксперта отражены в статьях Гражданского процессуального кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Законе о судебно-экспертной деятельности. В каждом заключении эксперт подробно описывает ход и методы проведённого исследования. Делается это для того, чтобы при повторном исследовании можно было перепроверить эксперта, проводившее первичное исследование. Также хотелось бы отметить, что существует реестр методик судебно-экспертных исследований. для информирования органа, ведущего уголовный процесс, либо суда о методиках, которыми пользуется эксперт при осуществлении судебно-экспертной деятельности. Поэтому заключение эксперта имеет юридическую силу в суде, поскольку оно выполняется, строго заблюдая законодательство Республики Казахстан. Также необходимо отметить, что в каждом заключении эксперт подписывается под уголовную ответственность, которую он несет на основании статьи 420 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Алия, может ли обратиться к вам физическое лицо с запросом о проведении судебной экспертизы? Есть определенные требования к назначению судебной экспертизы. Напрямую физическое лицо не может обратиться к судебному эксперту о проведении судебно-экспертного исследования, но оно может ходатайствовать в суде о назначении экспертизы конкретному эксперту. Основанием и поводом для производства судебной экспертизы является определение суда либо постановление органа, ведущего уголовный процесс Самым распространенным молекулярно-генетическим исследованием в практике является установление отцовства либо материнства по материалам гражданских дел В данном случае предоставляются образцы крови, либо образцы букального эпителия сторон О чем выносится отдельное определение, либо это может быть указано в определении о назначении экспертизы Для удобства сторон и сохранности объектов исследования в лаборатории Триген имеется процедурный кабинет где медсестры могут произвести забор крови, либо забор букального эпителия Хотелось бы также сказать, что забор букального эпителия не требует применения специальных научных знаний и может производиться любым лицом прямо в зале судебного заседания Все процедуры изъятия биологических образцов протоколируются и проходят с участием судебного пристава Хорошо, с Алматой все понятно, а как быть судьям и сторонам, которые находятся в регионах? В данном случае при получении определения о назначении экспертизы Мною в адрес суда отправляются специальные конверты с щеточками для забора букального эпителия перчатками и инструкцией по забору букалия Отправляется специальный конверт, в котором содержатся три щетки для забора букального эпителия у предполагаемого отца, ребенка и матери После забора и составления протокола данные щетки ложатся в конверт в обычный почтовый конверт, заклеиваются и опечатываются Далее курьерской службой, которой мы пользуемся это все ложится в конверт, в курьера и отправляется к нам в лабораторию Срок доставки до места назначения, до суда и обратно в лабораторию составляет 4 дня Само же исследование занимает 2-3 дня То есть от момента получения конверта с щеточками до получения готового заключения эксперта все вместе займет где-то неделю Если же в случае, когда стороны хотят провести исследование по крови то в адрес суда направляется специальный контейнер транспортный контейнер, в котором находится ладоген и внутрь помещены три пробирки Специальные пробирки После забора крови эти пробирки ложатся также в почтовый конверт заклеиваются и опечатываются И эти пробирки ложатся в наш транспортный контейнер с ладогеном В таком состоянии это может транспортироваться 10 дней И после того, как вы все упаковали, опечатали Наша курьерская служба, которой мы пользуемся, приходит, забирает контейнер, упаковывает и отправляет в адрес лаборатории Срок исследования также от момента получения пробирок до выдачи готового заключения Уже в суде, непосредственно где находится сам суд, составляет 7 дней Спасибо, Эля, за очень интересную беседу Всего доброго, друзья, до новых встреч До свидания